Это урожай 2019 года. В центре, как видите, помидор ласкала F1 гибридный. По краям 13 сортов, которые меня в этом году порадовали своим ранним созреванием и плодоношением. Бесподобные томаты, которые я обязательно буду садить и на следующий год. Я сейчас разрежу эти томаты и порекомендую, какие можно сажать на следующий год. Начнем с самого крупного. Это помидор ласкала F1. Индетерминатный гибрид итальянской селекции для гурманов. Вкус и аромат подойдут прекрасно, совершенно, изумительно, великолепно, с обязательной итальянской жестикуляцией. Особенность плода в том, что они начинают созревать не снаружи, а изнутри. Поэтому даже внешние недозревшие бурые плоды этого гибрида уже имеют исключительно высокие вкусовые качества. Итак, берем большой томат и разрезаем. Пустот никаких нет, семечек полно. Сам спелый, переспевший даже уже томат. Очень красивый и главное, что он вкусный. Соответствует всем названиям, что здесь написано. Изумительный, совершенный, прекрасный и великолепный. Так что я рекомендую. Берем томат из серии золотое малиновое чудо третьей серии. Вот малиновый зайка. А это мои любимые сорта из малинового чуда. Которое мы уже давно их кушаем. И они, вот смотрите, какие грозди висят. Это здесь и малиновая мечта. Вот малиновый зайка. Смотрите, какие кусты хорошие. Кругленькие. Я не буду описывать, если кто знает про малиновое чудо. Они все хороши. И малиновый богатырь, и малиновый сюрприз, и малиновое сердце. Они все хороши томатами. Мне они очень-очень нравятся. Садила и буду сажать. И всем рекомендую приобретать это малиновое чудо. Смотрите, в каком разрезе они красавцы, томаты. Сладкие очень даже. И в салатах, и для засолки. Они даже очень прекрасны. Томаты эти. Томат фифти. Я сорвала даже этот томат чуть-чуть недозревшую. Чтобы вы посмотрели, какой он в спелости красивый. И он, главное, очень сладкий. Этот томат. И очень-очень много его. Фифти. Вы посмотрите, какой он куст огромный. И сколько здесь плодов на нем. Я немножко опущу еще. Висят прямо вот такими гроздями. Вот они. Они еще цветут. Будут дальше идти. Но вверх. Самые из первых. Начинают зреть уже обильные кусты. Вот, как видите, очень хороший сорт. Мне он нравится. Самый ранний. Это гибрид. И он раннеспелый. Детерминантный. Поэтому мне он очень понравился. Я буду садила и буду сажать. Смотрим вот. Даже недозревшие. Смотрите, какой плотный. Без всяких пустот. Очень отличный томат. Рекомендую. Вот, Фифти. Фирмы Семка. Очень хороший томат. Очень понравился еще сорт утенок. Сейчас вот сорву. Они уже последние у нас. Вот. Они самые из ранних были. Томаты. Томат утенок называется. Он не гибрид. Очень мне понравился раннеспелым урожаем своим. Мы раньше всех стали его кушать. Буквально в конце июня мы уже кушали томаты. Срывали и кушали. Вот в такой вот красивой форме. Немножечко с пимпочкой такой. Очень тоже хороший томатик. И очень много. Он низкорослый. И очень много томатов на кусте. И смотрите, какая оранжевая мякоть в этом утеночке. Очень хороший томатик. Вот этот томат я рекомендую. У кого маленькие дети. Прекрасно. Которые любят томат. Прекрасный томат. Очень даже. Банановые ноги. Почему-то у меня стали облетать сами. Мне нравятся желтые и кисловатые. Но вкус мне не нравится. Мне больше нравится вот такой вот розовый банан. Побольше, чем банановые ноги. Вот такой вот больше размером. Почему я два положила сорта? Я хочу просто сравнить. Вот банановые ноги. И томат супер банан. У меня еще есть вот такой банан розовый. Но они похожи чем-то с супер бананом. Одинаковые. Сантиметров 20. Вот они. Супер банан вырастает. На всю мою руку. Даже и были больше. В этом году у меня банановые ноги особо не порадовали. Вот меньше намного. Для сравнения. Видите. И по вкусовым качествам. Мне супер банан больше понравился. Но это мое личное мнение. Чем сам. Сами банановые ноги. Сорт банановые ноги. Обильный урожай. Кусты ломятся. Супер банан. Не отличается от него. Даже по вкусовым качествам. Мне понравился лучше. Сейчас разрежем банановые ноги. Смотрите. Какая мякоть. Этот мясистый. Такой томат. Мое мнение. Что мне лучше нравится. Супер банан. Вот этот. И банан розовый. Это банановые ноги. С кислинкой. Эти сладкие. Черный мав. Меня просто в этом году порадовал. Своим изобилием томатов. Кисти прям ломятся. Разрезаем. Смотрим. Он средний. Спелый. Сладкий. До 18 плодов на кисти. Это точно я вам говорю. Вот такой он внутри. Спелости. Рекомендую вам. Такой черный мав. Очень хороший томат. Главное, что сладкий. Это немаловажно. Челнок. Рекомендовать всем. Это на любителя. Он для открытого грунта. Очень длится плодоношение. Еще будет долго-долго. Я вот не дозрела его сняла. Посмотреть, что какой он внутри. Прекрасный томат. И куст обвешан томатами. Низкорослый. И плодов очень-очень много. Смотрите, какой красивый, как солнышко, помидор. Маматара Голд. Желтенький. Вот он. Смотрите, какой красавец внутри. Бесподобный. И на вкус очень сладкий. Очень советую вам такой томат приобрести. Вот этот томат Санька, я думаю, и не нужно рекламировать. Он прекрасный. Томат, я даже его разрезать не буду. Все вы знаете его. Ультр-скороспелый, устойчивый для уплотненных посадок. Массой он до 100 грамм бывает, этот томат. Он в рекламе не нуждается. Он оправдывает себя давным-давно своим сорт. Вот этот томат, я тоже думаю, что рекламе не нуждается. Он прекрасный. Золотая пуля называется для открытого грунта. Вот такие плоды красивые. Вот мы разрежем сейчас. Такие плоды. Это в недозрелом виде. А когда созреет, он вообще полностью желтенький. Оранжевый такой. Очень хороший сорт. Я рекомендую для открытого грунта. Это помидор Пазана F1 от Садов России. Форма такой перцевидного. Очень много томатов в кисти. Вот такой вот. Не пустотелый, мясистый и очень даже сладкий. А это сорт уникальный, как он называется, московской селекции. Относится к последним сортам нового поколения. Этот дземба практически не болеет ничем. Рано вступает в отношения. Обладает необыкновенным вкусом и сильным помидорным ароматом. По которому соскучились бывалые огородники. Очень необычный такой томатик. Мы сейчас его и разрежем. Так он темненький. Вот темный. А когда поспевает, он такой бордово-вишневый цвет пролетает. Пиолетово. И внутри мякоть такая. И он очень-очень сладкий. Полосатое дерево, которое я в прошлом году делала. Видео, кто желает посмотреть. Я тоже сама рассказывала о нем. Плодов очень много. И до самого октября месяца. Вот неполный перечень. Я вам предоставила своих томатов раннего цветения и раннего плодоношения. Это несколько сортов. Их много. Но вот такие сорта, которые именно порадовали нас обилием на кустах и вкусовыми качествами. Так что я вам порекомендовала, но вам решать прислушаться к моему мнению. Или же оставаться при своем мнении. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте. Ставьте лайки. Предлагайте свои сорта. Мы будем очень рады делиться с вами и принимать ваше предложение. Всем пока. Пока. Пока.